Благодаря Святого Духа. Аминь. Искворение Святого Иоанна Затаруха. Беседы на Евангелие Святого Апостола Иоанна. Богослово. Посмотри, как образ дан был через Моисея, а истина совершилась через Иисуса Христа. Во время нападения амаликитян на евреев на горе Синайской были распростерты руки Моисея и поддерживаемы Аароном и Ором, которые стояли по ту и по другую сторону. А Христос Сам Собою держал Свои руки распростертые на кресте. Видишь ли, как дан был образ и как совершилась истина? Также закон говорил, проклят всякий, кто не исполняет всего написанного в книге сей. А что говорит благодать? Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я упокою вас. И Павел говорит, Христос нас искупил от клятвы закона, став за нас клятвой. Итак, получив столь великую благодать и истину, не сделаемся вследствие самой великости дара, беспечной. Чем больше мы удостоены почести, тем более должны быть и добродетельны. Кто, будучи немного облагодетельством, немного оказывает и ревности в себе, тот не стоит великого заслуживать и осуждения. Но кто, будучи возведен на самую высшую степень почести, обнаруживает в себе свойства низкие и дела унизительные, тот заслужит гораздо большее наказание. Но не дай Бог когда-либо предполагать это в вас. Мы уповаем о Господе, что вы воспарили душами вашими к небесам, отрешились от земли и, будучи в мире, не преданы страстям мира. Однако ж, и при такой уверенности мы не перестаем часто внушать вам одно и то же. В телесной борьбе все зрители также убеждают бойцов не падать, не лежать простертыми ниц, но быть бодрыми и держаться на ногах. Но тех, которые, несмотря на увещание, не могут встать, однажды навсегда лишают победы. И как неспособных подвигом с презрением оставляют в таком положении. Но здесь можно ожидать чего-нибудь хорошего, не только от вас, бодрствующих, но и от падших, если только они захотят исправиться. Для того-то мы и делаем все, и умоляем, и докучаем, и укоряем, и хвалим, чтобы устроить ваше спасение. И вы потому не досадуете на наше часто увещание к жизни добропорядочной. Мы говорим не как осуждающие ваше нерадение, но как имеющие самые добрые о вас надежды. При том, что доселе было сказано и впредь будет сказано, то касается не только вас, а и нас, говорящих. И мы сами имеем нужду в таком же назидании. И хотя сами говорим, но ничто не препятствует обратить те же речи и к нам. Слово, встретив виновного в грехах, исправляет его, непричастного к греху и свободного от него, отводит от него еще далее. Ведь и мы не чисты от согрешений. Итак, врачевание одно для всех, и пособие врачебное предлагается всем, но излечение не одно у всех, а сороизмеряется с произволением пользующихся им. Потому что пользуется врачеством как должно. Кто пользуется врачеством как должно, тот получает облегчение от врачевания. А кто врачества не прилагает к ранней, тот усиливает в себе зло и обращает его к самым несчастным последствиям. Итак, не будем досадовать, когда нас врачуют, но лучше будем радоваться. Хотя бы способ учения причинял нам горькие скорби, потому что впоследствии он принесет самый сладкий плод. Все будем делать так, чтобы чистыми от ран и язв, нанесенных в душе уязвлением греха, перейти нам в век будущий, чтобы сподобиться лицезрению Христа и быть преданными не жестоким и мстительным силам, а тем, которые могут ввести нас в наследие небесное, уготованное любящим Его. Что и да получимся мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok